Всем привет! Я достиг города Кори и нахожусь сейчас на улице Сталина, в окружении сувенирных лавочек небольших. На проспекте Сталина, естественно, расположен музей Сталина, один из ненугих музеев этого великого человека. Возле музея сувенирные лавки, как я уже сказал, а также сувениры можно купить и вот прямо у торговцев, непосредственно здесь. От спичек до портрета. Купить надо, купить. Нет, я не буду покупать, у меня денег нет. Горе был основан еще в 7 веке. Об этом можно узнать из летописей. А развитие свое получил во времена самого Давида-строителя, который не зря был строителем прозван. С тех пор много воды утекло в Курье, и ныне этот небольшой сравнительно грузинский город известен прежде всего как родина Иосифа Джугашвили, хотя имеет весьма насыщенную историю и помимо этого. Ныне в горе живет около 50 тысяч жителей. Есть промышленные объекты, налажена инфраструктура. В сезон немало туристов, которые приезжают в город посмотреть Сталинский музей и далее направляются в пещерный город Уплиццихи, репортаж о котором также смотрите далее у меня на канале. В горе есть три музея, самый известный из которых – музей Сталин. Здание музея само по себе красиво, старинное здание. И в его дворе есть еще несколько объектов, которые можно бесплатно поснимать. Вот, например, один из немногочисленных оставшихся памятников Сталину. Это центральный вход в музей. Он красиво так. Такая позолоченная надпись, двери, все как полагается. Туристы многочисленные здесь, я узнаю сколько стоит билет. Какого узнать, где девушки? Или там касса. Сколько стоит билет? Ага, ну вот цена. Десять лари стоит билет. Для школьников, студентов скидки. Я не пойду, но не из-за того, что дорого. Ну, просто не хочу. Вот под крышей, а здесь расположен непосредственно тот вот дом, в котором родился маленький сосуд Джугашвили 21 декабря 1879 года. Вот он такой вот в отреставрированном виде здесь сейчас находится. Маленький домишко. Ну, в общем, кирпичный домик, неплохой. И деревянная верандочка. В общем-то, скромный. Надо сказать, что Восиф Витальевич в жизни был скромный в быту. Вот есть подвал. А это бронированный вагон. Один из бронированных вагонов, которым возили Сталина. Он из танковой брони сделан и весит вообще очень-таки немало. Внутри там, наверное, довольно-таки интересно. Но поскольку я не пошел в музей, то и вагон для меня тоже закрыт. А так, снаружи вагонка-вагон. Ну что, я немножко погуляю по городу. Посмотрю, что здесь есть интересного. Вот, например, какая-то аллейка с фонтаном в долине. Тут высаживают розы. Если свернуть с улицей Сталина на одну из боковых улиц, то можно выйти в весьма интересной церкви. Вот он, эта церковь. Сейчас я подойду поближе и кое-что о ней расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В основном, все самое интересное в горе расположено в пределах двух проспектов Чавчавадзе и Сталина. Кроме того, имеется реставрированный туристический квартал, по которому приятно прогуляться. Вот грузинские ребята требуют, чтобы я обязательно их снял. Гамарджоба! Да, весьма приятно отреставрированный такой туристический кварталчик. Приятно здесь побродить, тем более, что народу совсем не бывает. Уманье приложу пучок как балу народу. Парни охранники крепятся, как плохая погода. Отличная погода, мне жарко. И еще раз говорю, весьма не зря, что я сюда спустился. Очень привлекательный квартал. Памятник кому-то не знаю кому. Спросить не у кого. Отскажите в комментариях. Это Мэрия Гори. Это, похоже, двоец спорта, если я не ошибаюсь. Почти не ошибся. Центральная спортивная школа. Не знаю, мне, в общем-то, более нравится. Конечно, я не хожу по окраинам, депрессивно, но в принципе, вполне себе такой городок хороший. Мост через Уруру. Мост через Уруру.